Привет, дорогие парфюмерные любители! Знаете, я тут подумала на досуге и решила, что одного видео с ароматами осени будет маловато. Тем более, что я там не осветила большую часть ароматов, которые я сейчас ношу. И я решила быть максимально честной и рассказать действительно о тех ароматах, которым, как я видела такой модный тег, рука тянется чаще всего. Поэтому долго тянуть не буду, к тому же моя коллекция немного пополнилась моими старыми ароматами. А именно ароматами, которые гостили у моей подруги. Поэтому, собственно, я снова вспомнила, как сильно я их люблю, как люблю я их осенью. Поэтому давайте не будем тянуть. Начнем сразу с самого винтажного аромата в моей коллекции. И это аромат от Balmonde, La Mom. Я о нем часто рассказываю, потому что это, на самом деле, один из самых моих любимых ароматов в коллекции. Потому что, а, он посвящен моей любимой артистке Edith Biaf. Это действительно такая редкая вещь, бриллиантная в моей коллекции. Кстати, у меня есть видео на канале, посвященное самым редким и роскошным ароматам, которые не часто встретишь на прилавках. А, возможно, и вообще не встретишь. Я, честно говоря, ни разу не встречала этот аромат в России. Я его заказала когда-то давно на Ebay. И, собственно, это аромат 2008 года. Он, можно сказать, что фруктово-шипровый. Но для меня это настоящее такое бархатное, немножко как будто бы забродившее малиновое варенье. Вот чем больше он у меня стоит, тем больше я слышу, какой он театральный, какой он бархатный. Я никогда бы не подумала, что так можно, да, нарисовать мою драгоценную любимую Edith Biaf. Но под Бальмон услышал ее именно вот так вот. Немножко как будто бы слегка инфантильной, да, за счет малинок. Но все же очень классической. Очень такой немножко Coco Chanel. Насколько я знаю, кстати, при жизни Edith Biaf носила что-то от Chanel или же что-то от Guerlain. Если честно, то я не помню точно название аромата, которое предпочитала при жизни сама Edith Biaf. Но мне кажется, это могло бы ей понравиться. Особенно во времена ее жгучей молодости, да, когда она только начинала. Это настоящий такой винтаж. И несмотря на то, что он до сих пор звучит актуально, как по мне, и он очень осенний за счет своей тягучности, за счет своей плотности, за счет своей такой местами вареньевности, он все равно звучит очень современно. Хотя многие могут здесь найти какие-то такие отголоски ретро, как я часто читаю под различными ароматами, которые я тестила, и понимаю, что это далеко не ретро. Следующий аромат вообще, один из моих вообще просто самых любимых бюджетных ароматов времен, когда это было бюджетно, это Elizabeth Arden Always Red Dog. Боже мой. Вот до сих пор этот аромат просто сносит голову всем, кто его обоняет, и девочек, и мальчиков, и женщин, и мужчин. Это потрясающая малинка. У меня будет еще один сегодня аромат от Elizabeth Arden касаемо осени. Собственно, я тестила в своей жизни и классическую дверь, и различные фланкеры, и однажды, когда я была в Duty Free, у меня практически потянулась рука за тем, чтобы купить юбилейную версию, но все-таки вот Always Red Dog от Elizabeth Arden, это моя любимая дверь, и я всегда к ней возвращаюсь, все время ее открываю, особенно осенью, потому что это именно осенний аромат, такой немножко как будто бы ликерной малинки, немножко как будто бы такой тягучей амбры, и все это так помадно, и все это так пудрово. У меня на самом деле будет сегодня очень много, видимо, таких пудровых ароматов, потому что осенью вот мне что-то стало тянуть больше каким-то таким жизнерадостным штукам, и для меня помадность и пудровость, конечно же, она бывает разная, но вот сегодня будет в подборке именно пудры, которые радостные, потому что будет в ближайшее время у меня на канале видео, посвященное театральным ароматам, то, в чем можно пойти в театр и затмить с обои всех прим на сцене, и там будет немножко, конечно, таких театральных пудр, немножко как будто бы слегка таких очень сильно экстравагантных, ну, в общем, об этом в видео про театральный аромат. А сегодня Always Red Door, малина, немножко с кожей, он мне очень напоминает отдаленно библиотеку от Bayeret, вот это тоже направление, такой очень элегантный, новые сумки или очень элегантный такой, помада это в Сен-Лоран с запахом малины, вот очень часто в комментариях вы спрашиваете про красную помаду, которую иногда фигурирует в видео, да, у меня на самом деле, мне кажется, одна красная помада, есть еще одна, которую я не очень люблю, но моя самая любимая, это от Эв Сен-Лоран, это очень старая помада, потому что ей лет 5, и она все никак не заканчивается, и вот она пахнет немножко вот так вот слегка, немножко такой помадной малинкой. Когда-то давно я купила этот аромат за 1700, за 100 миллилитров, сейчас я даже не знаю, сколько он стоит, но для меня это навсегда остается все равно бюджетный аромат, потому что я не могу поверить, что его можно продавать дорого, все-таки это отличный бюджетный аромат, но все-таки с таким очень сильно люксовым звучанием, ни в коем случае не нишевым, это такой хороший-хороший люкс, хотя мне кажется, ниша тоже может такое сделать, но все-таки, да, раскладываем ароматы на какие-то сегменты. Следующий аромат тоже этой осени, который у меня все время тянет с рукава уже мой. И рука, и нос, и это мой претендент на полноразмерный флакон однозначно. Memory Motel от Unminomat, потрясающий, купленный мной в надежде провести некую аналогию с пачули 24 от L'Elabeau, но оказалось, что вот этот аромат я теперь люблю больше, и никакие пачули мне не нужны. где есть такой потрясающий ирис, он такой деревянно-пудрово-копченый. Я здесь и слышу чернослив, и нотки гуаши, и нотки костра, и такой, знаете, вот для меня это такая аромат-атмосфера. Осень, да, вот когда первые дни сентября, и, возможно, там октября, в общем, когда еще можно съездить на дачу и закрыть сезон, это вот когда ты жгешь костер, не знаю, там жаришь шашлыки, не знаю, маршмеллоу, обугливаете на костре, и у тебя одежда вот пропахивает, и волосы пропахивают костром, и это вот эта вот атмосфера, но очень сильно роскошная, то есть не когда ты действительно нюхаешь там толстовку, которая провоняла кострищем, а когда это немножко очень сглажено, очень так по-европейски, очень так интеллигентно, в общем, потрясающий аромат, очень мне нравится, я могу о нем говорить часами, но лучше его просто обонять на себе или с кого-то, и, собственно, получать удовольствие этой осенью. Следующий аромат, который для меня на самом деле универсальный, и его универсальность позволяет к нему тянуться все время. Это уже не первый флакон в моей коллекции, это утренние шахматы от Вильгельм Парфюмери, это идеальная кожа для меня, внесезонная, но осенью, когда хмуро за окном, и ты хочешь одеться во что-то очень теплое, тебе нужен какой-то аромат, который все равно не позволит тебе растечься, потому что у меня есть ароматы, которые я сегодня расскажу, которые действительно помогают согреться, такие некие ароматы-свитеры, согревающие, а этот аромат, он такой немножко позволяющий собраться, то есть чтобы ты утром взбодрился немножко, это никакой, ни в коем случае не какой-то бодрящий цитрус, здесь у нас есть бергамота, которая все-таки делает кожу более холеной, нежели какой-то взрывной, злой, звонкой, громкой и так далее, она как будто бы просто выглаживает утюгом эту кожу, и это так красиво, и это так, сексуально не получит этого слова, потому что это мой любимый мужской аромат на данный момент, и так совпало, что у моего любимого человека он тоже любимый, поэтому, собственно, бинго, всем хорошо, когда пахнет в воздухе, можно нечезать. Надеюсь, я вам не надоело еще все время демонстрировать осенью поэму от Lancome, боже мой, но это каждый раз какое-то, знаете, предупрежденное состояние, каждый раз, когда я ее обоняю, я думаю, боже мой, вот как можно было создать такой шедевр, такой действительно желто-листопад во флаконе, то есть для меня это аромат, ассоциация, вот теплый осенний день, падают желтые листья, ты идешь, еще какие-то солнечные лучи, которые еще немножко греют, это этот запах осени с желтыми цветами, с желтыми листьями, это такой желтый аромат, и как они круто подобрали и флакон, и жидкость, для меня это просто шедевр, вот, Chanel номер пять, Лео, да, мой шедевр все время, и Lancome-овская поэма, просто, если меня заставят когда-нибудь назвать лучшие ароматы люкса, это, конечно же, будет Chanel номер пять, Лео, возможно, даже когда-нибудь туда зайдет и глотическая пятерка, и поэма от Lancome, это просто какая-то, я не знаю, магия во флаконе, и когда вот ты не знаешь, да, вот, что купить, что подарить, что тебе подарить, что тебе, что себе подарить на осень, то, вот, не думая, хотя бы отливанчик, поэмы нужно иметь, потому что это идеальный свитер, это идеальный, уютнейший, желто-светночный аромат, мне очень часто говорят, когда я им пользуюсь, что от меня пахнет учительницей, я говорю, спасибо большое, потому что этот аромат действительно вызывает доверие, и человек, с которого звучит эта потрясающая композиция, просто сразу становится наимилейшим, к нему хочется подойти, его хочется слушать, его хочется обнимать, всячески находиться в его поле зрения, в его окружении, потому что это действительно, ну, песня, аромат поэма, аромат песни. Немножко разбавлю флаконы отливантами, следующий аромат, который я очень полюбила этой осенью, я с ним познакомилась относительно недавно, но он уже попал мне в самое сердечко, это Лалик Амбурнуар, касалось бы, мужской, да, аромат от Лалик, кто бы мне что не говорил в комментариях, что это не похоже на черный перец, это вообще не одно и то же, дорогие мои парфлюбители, парфманьяки, очень сложно найти одно и то же, даже касаемо еды и людей, да, но как бы зачем нам одно и то же, как я уже сказала, Амбурнуар для меня очень схож с черным перцем, да, можно сказать, что это какое-то аналоговое звучание, да, но это не близнецы один в один, потому что, как минимум, у них разное сырье, разные парфюмеры, разные ингредиенты и так далее, но этот аромат на тему черного перца Амбры, не могу сказать, что я слышу здесь не роли, но я слышу здесь можжевельник, я слышу здесь перченые пряные специи, я слышу здесь богатейшую, тягучую, осеннюю Амбру, в которой хочется укутаться, как в шерстяной такой свитер, мягкий, который не колется, но который, невероятно, тебя круто согревает, как будто бы, знаете, в нем есть какой-то встроенный элемент Гринтвейна, он немножко так прям подогревает, и это очень круто, мне очень нравится этот аромат, также осенью, я практически, не знаю, сколько я тут уже сносила, ну, немного, ладно, я, честно говоря, экономлю, экономлю Халтат Найт от Ататар Коллекшн, в общем, я обожаю этот аромат, обожаю эту вишню, вы все наверняка заметили сейчас, кто любит Ататар Коллекшн, как изменились цены, и в этот момент мы все-таки вздохнули и подумали, чем мы думали раньше, когда цены на Атар Коллекшн были более доступные и лояльные, сейчас это, конечно, уже прям ниша, поэтому я, собственно, наслаждаюсь теми отливантами, которые у меня еще есть у татаров, они, кажется, что-то выпускают новое, сейчас в 23-м году, обязательно потестим, но пока за флаконами я особенно не охочусь, потрясающая вишня с яблоками, с табаком, это такая влажная табачная история и более носибельная, нежели ред табака от Монцера, у меня есть и тот, и тот, как говорится, аромат, но вот если раньше когда-то у меня с ред табака была осенняя, классная, иногда даже запойная история, то сейчас я просто на километры не могу подойти к этому аромату, у меня стоит 60 мл, я не знаю, что с ними делать, потому что этот аромат больше не мой любимчик, а Халтат Найт для меня это прям идеальный такой табачный вишневый аромат, который невероятно красив осенью в шлейфе, вау. Следующие два аромата у меня будут схожи, точнее это практически аналоги, вот здесь вот да, это прям похоже, это не как в случае с Амбар Нуар, это прям близнецы, а дело в том, что недавно я задалась целью сделать подборку схожих ароматов на Джанту Флюидити Го от Круг Джана, кстати, если вы еще не смотрели, у меня на канале вышла серия просто нового сериала «Найди аналоги к шедевру», я нашла 11 схожих, на мой взгляд, ароматов на портрет о Флэйди Фредерико Маля, а сегодня мы поговорим об этих прекрасных кофейно-розово-мускусных ореховых ароматах «Монтальный интенс кафе» и, собственно, «Ботаника флауэр кафе». Чем они отличаются? Хочу сразу сказать, что у Монталь как будто бы с годами, я не знаю, с перевыпусками я стала ощущать все больше ореховость, особенно в первых нотах, а у «Ботаники», когда она только ко мне приехала, я как будто бы тоже ее ощутила, но затем я потестила Джанту Флюидити Голд и поняла, что все-таки флауэр кафе мне больше напоминает Джанту Флюидити Голд, нежели интенс кафе. Нет здесь этой ореховости, по крайней мере, на моей коже, и буквально в микродозе, в двух пшигах он изумителен, он не раздражает никого, он максимально политкорректный, не очень люблю это слово, но все же употреблю, то есть вы никого не заденете, ничьи чувства вы не заденете, если будете находиться в двух пшиках, в двух пшиках этого или этого аромата. Интенс кафе вообще, мне кажется, один можно вот сюда пшикнуть и все. То есть, либо куда-то на одежду, чтобы самим наслаждаться, если вам действительно просто нравится эта история с кофе, с орехами, с розами, с каким-то, с легкой такой гурманикой, но все же на мускусно-амбровой подложке, то, конечно, да, тут нужно быть очень аккуратным, но мне кажется, осенью, это прям такая потрясающая все равно история, можно даже три пшика нанести. Что удивительно, то, что этот аромат, мне кажется, и как-то эстетически выглядит красивее, чем флакон и манталь, и стойкость его вообще не уступает манталью, а цена уступает. В плане того, что батальнику можно на скидках в Ревгош оторвать куда дешевле 100 мл, нежели манталь сейчас. Вот такая история. Еще один аромат, который я просто обожаю, и, честно говоря, единственное, что меня останавливает от полноразмерного флакона, это стоимость. Это аромат от бренда Аномалия. Аромат называется Церемония. Кстати, про этот бренд у меня было видео на канале, обязательно посмотрите, потому что почему-то она не очень пользуется спросом, потому что бренд неизвестный. Но о нем уже можно почитать на фрагрантике, потестить его можно в ЦУМе, и, как показала практика, достаточно просто пойти к корнеру ЦУМа, и можно даже попросить сэмпл. Как это сделали мы с моей подругой, подошли потестить, и нам девушка дала для ознакомления те ароматы, которые нам больше всего понравились. Церемония. Многие скажут, что этот аромат про ананас, про дубов мох, про табак, про ут, что такое, это тяжесть во флаконе. Я вот даже думала его добавить в чайные ароматы, в подборку, но не стала, потому что не каждый здесь слышит ноту черного чая. Я здесь слышу ананас, я здесь слышу немножко зеленого яблочка, чуть-чуть, я здесь слышу потрясающую кожу, такую прям роскошную, с каким-то, знаете, с таким даже нечто угольным, что ли. То есть, она, она такая прям, прям вот, немножко как будто бы даже, вот сейчас я считываю здесь как будто бы настроение Моннинча. на самом деле этот аромат абсолютно мне не хочется сверять с пирамидой, с фрагрантики или с официального сайта. Для меня это вот целое состояние. Кто-то его называет ароматом рок-н-ролла, я соглашусь, потому что вот сегодняшний мой образ, вот он больше подходит под этот аромат. Он такой прям дерзкий, он такой прям теплый, он такой жгучий, какой-то, знаете, соус. Я, правда, не знаю такой соус, но придется придумать. Что-то такое максимально гранжевое, но в то же время все-таки в духе 21 века, то есть это не нулевые, не 90-е, хотя как будто бы направление вот в плане стиля одежды куда-то туда. Потрясающий аромат. Кстати, я еще не взяла сейчас с собой сюда видео, что я ношу, потому что этот аромат у меня лежит в кармане, в плаще. В общем, я влюбилась в Уд от Куркджана, я случайно, случайно, Оля, привет, надеюсь, ты смотришь это видео. У меня у подруги тоже сформировалась та подруга, у которой хранились мои ароматы, пока я была в Сербии. В общем, у меня тоже спустя какое-то время общения со мной стала формироваться своя парфюмерная полка, и случайно, случайно, я увидела там у нее сэмпл Уда от Куркджана. Я, значит, просто взяла, думаю, надо понюхать, вот, слушай, забирай, потому что, типа, мне не нравится. Я такая, мне такое очень нравится, особенно сейчас. Ну, в общем, я из этой церковной какой-то свечки не вылазю. Вообще, у меня просто, я боюсь, что он сейчас закончится, потому что Уд от Куркджана, я не видела, кажется, в 35 миллилитрах, но 70 там стоят какие-то заоблачные цены. Ужим, как это красиво. Вообще, просто потрясающе. У меня теперь задача найти что-то схожее на Уд от Куркджана. Если вдруг у вас есть такие наводки, я вас прошу в личных сообщениях, если не хотите всем на услышащие, во всеуслышание об этом покричать или в комментариях, если не боитесь, напишите, пожалуйста, если вы знаете ароматы, схожие по звучанию с Удом от Куркджана, не с Уд-сатином, а с классическим Удом, потому что они отличаются. Для меня Уд это все-таки больше действительно про старую церковную лавку, про ваниль, про свечи, про такую атмосферу какой-то невероятной, знаете, европейской осени, когда ты ходишь по этим узким улочкам, заходишь в старые здания, заходишь в старые храмы, и это как-то красиво, это так атмосферно. В общем, я влюбилась в аромат, думаю, вот как так получается, да, вот когда оно, вот оно было доступно, это могло приобрести, потом это становится недоступно, и тебе это нравится больше, живем по пословицам и поговоркам. Ну и завершаем сегодняшнюю подборку ароматом от бренда Richard Maison de Parfum A Grasny Persique. Я знаю, что есть еще, кажется, грязная манга, и что-то там про шоколад, но в общем, почему-то из всех ароматов я выбрала именно персик, потому что как-то недавно я тестила один армянский бренд в космотеке, и там просто потрясающий красотый персик, очень натуралистичный, очень сочный, очень яркий, но очень нестойкий, прям вообще нестойкий. Я практически в него влюбилась, но с опытом ты приходишь к тому, что никакие импульсивные покупки делать в контексте нишевых ароматов не нужно, поэтому всегда, особенно сейчас, я всегда делаю затест на коже и иду гулять, и никогда не покупаю аромат, если вот я просто брызнула его на кожу в магазине, и прям мне понравилось, и бегом на кассу, потому что уже сколько раз была такая история, что-то наносишь на кожу, проходишь спустя какое-то время или гуляешь по улице, понимаешь, что нет, либо он слетает, либо он трансформируется не туда, куда тебе хотелось бы, поэтому, в общем, этот персик слетел с меня очень быстро, но я решила поискать персик дальше и нашла его, собственно, в бренде Richard, и мне в целом этот персик симпатичен, мне нравится, что эта рама достаточно стойкий, но он сидит достаточно близко к коже, по крайней мере, на моей горячей коже, но он очень уютный, он как такой, знаете, какое-то такое персиковое суфле для тела, как какой-то такой крем, он достаточно считываемый с кожи, он очень радостный, он очень такой веселящий, он очень, как я уже сказала, уютный, позитивный, и что, если у него такие желтые ароматы носить этой осенью, чтобы как-то, да, закрасить это серое небо желтой краской, хотя бы, конечно, хочется голубой, но хотя бы желтый. Так, на эти ароматы не смотрите, потому что я сейчас закончу снимать это видео и буду снимать видео про театральные ароматы, потому что хочется вас радовать контентом почаще, надеюсь, вам это тоже так же приятно, как и мне, в общем, у меня какой-то начался новый запал в контексте парфюмерного ютуба, жду вас в комментариях, может быть, у вас есть идеи в контексте новых видео на канале, например, хотите подборку ароматов с нотой кресла, с нотой груши, с нотой какао, кофе и так далее, в общем, я открыта к вашим идеям, потому что хочется все-таки коммуницировать, потому что это важно, обратная связь, она нужна и важна. Меня зовут Настя Балахнина, это канал Андрей Солин, здесь о парфюмерии и не только, оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, ставьте колокольчик и до новых встреч, пока-пока!